добро пожаловать на первый из трех ролик по повторению математики средней школы на профильном уровне что будет в этих роликах будет три ролика это первый соответственно мы будем смотреть что предлагалось в итоговых контрольных работах по курсу феоктистово на мой взгляд это автор лучшего курса профильного уровня именно для средней школы мы будем смотреть именно итоговые контрольные работы 7 8 9 класса почему именно 7 7 8 9 потому что 5 6 класс все-таки еще не так сильно отличается от базового курса и там такие достаточно элементарные вещи на нормальные какие-то сложные вещи которые есть смысл обсуждать начинаются вот 7 8 9 классе мы будем прорешивать вот такие вот итоговые контрольной работы таким образом повторять очень рекомендую перед тем как смотреть собственно разбор каждой конкретной задачи пытаться прорешать задачу самостоятельно и посмотреть понимаете вы что в этой задачи происходит не понимаете потому что это как лакмусовая бумажка которая собственно покажет как хороша ваша база это очень полезно сделать перед игре прежде чем перейдем к разбору очень кратко напомню что по этой ссылке в описании или по этому qr-коду можно попасть на мой телеграм-канал по подготовке гену за цига без боли если хотите написать на 90 плюс то это будет очень полезный для вас телеграм-канал а также анонсирую то что я закончил курс по параметрам это полный курс с нуля это наверное лучший сейчас вообще на всем рунете так вот смело даже скажу курс по подготовке к задаче с параметром потому что ну вот просто зайдите в описании этого курса и почитать как я его создавал то есть это очень классный курс сейчас он доступен со скидкой 30 процентов с летней скидкой свечи с летней скидкой 20 процентов я хотел сказать вот и поэтому в общем смотрите либо в телеграм-канале всю информацию либо по ссылкам в описании также можно пакет курсов по сложным задачам второй части от меня тоже купить он доступен тоже сейчас с очень большой скидкой смотрите все подробности вам телеграм-канале в общем давайте перейдем к разбору итак у нас здесь первая задача она достаточно простая на решение уравнений в седьмом классе да мы решаем линейное уравнение поэтому здесь ничего сложного не будет вот первое уравнение такое нам сразу же дают с дробями в чем здесь мысль значит нам дают специально такое уравнение в которым есть какой-то короткий способ решения здесь мы будем просто домнажать на наименьшую общую кратную всех знаменателе да в данном случае ну или просто на общий знаменатель сразу будем даже домнажать в данном случае это 20 вот и здесь можно спокойно домнажать на 20 потому что 20 это число но вот здесь собственно есть ловушка в которую часто попадают ребята вы в седьмом там в шестом классе учитесь домнажать и потом когда решаете алгебрическое уравнение да вот такие например содержащие вот такие выражения продолжаете домнажать на знаменатель вот на на знаменатель не всегда можно домнажать имейте ввиду что вот здесь вот вы приобретаете какую-то привычку к которым нужно надо пользоваться в общем с аккуратностью и так что у нас здесь происходит когда я на 20 домножу эту дробь у меня останется 4 в числителе потому что в знаменателе 5 25 сокращаться остаются 4 и по аналогии здесь будет 5 на 2 минус x ну а справа будет 10 на 3x плюс 2 и мы получаем обычно такое вот линейное уравнение это пункта у нас что здесь делать нужно конечно же раскрываем скобки 24x минус 4 где нужно быть внимательно опять же вот это вот место где очень многие часто совершают ошибку минус 10 минус 5x это вот прямо грабли на который мне кажется мне кажется каждый наступал вообще в своей жизни здесь конечно же минус 10 плюс 5x потому что мы минус 5 умножаем на минус x поэтому будьте внимательны когда у вас есть скобка с минусом перед ней так равно 30x плюс 20 здесь в общем все достаточно элементарно получается 29x слева и 30x справа я тогда все x перенесу вправо а все числа перенесу влево значит будет минус 14 минус 34 слева то есть x равен минус 34 окей все решили второе пункт b здесь нам уже предлагается какая-то задача да в которой нам нужно будет применить форму сокращенное умножение 20x переписываем 2x плюс 1 возводим в квадрат но не раскрываем скобки опять же я рекомендую здесь делать это в два шага потому что очень часто когда вы и раскрываете квадрат и раскрывать вот эту скобки с минусом да вы забываете в какой-то момент что надо вот этот минус отнести к каждому из слагаемых да и сменить знак каждого из слагаемых это опять же популярная ошибка 4x плюс 8 здесь я раскрою скобки минус опять же не буду раскрывать скобки сначала просто квадрат сумма раскроет 4x квадрат минус 12x плюс 9 так и поехали собственно получается 20x минус 4x квадрат минус 4x минус 1 равно 4x плюс 8 минус 4x квадрат плюс 12x минус 9 да то есть я раскрываю эти скобки с минусами перед ним ми перед ними и я меняю знаки вообще всех слагаемых внутри этих скобок здесь надо быть очень внимательным минус 4x квадрат у нас благополучно с обеих сторон взаимо уничтожается потому что напоминает и седьмой класс у нас и в седьмом классе еще люди не умеют да решать квадратное уравнение ну кто-то может быть умеет ну в общем по программе не надо это пока мне делать так далее я вижу что у меня будет 16x справа и 16x слева интересно x вообще все взаимо уничтожаются да все x взаимо уничтожаются получается минус 1 равно минус 9 но это к сожалению не верно да это неверное равенство значит такое уравнение не имеет корней давайте мы вообще кстати будем каждый пункт заканчивать ответом да в пункте а у нас ответ минус 34 ну а в пункте b у нас ответ будет пустое множество да у нас нет корней потому что минус 1 не равно минус 9 ни при каких x вот а мы получаем что независимо от x у нас все равно все сводится к такому в общем уравнению пункт в у нас на такое простейшее показательное уравнение 7 степени 4x квадрат минус 1 равно одному здесь просто в общем-то закладывается навык работы с показательными уравнениями да такой на базовом уровне мы просто думаем 7 в какой степени равно единица 7 должно быть вызвано в нулевую степень чтобы получить единицу отсюда x квадрат равен 1 четвертый понятно x равен плюс минус 1 вторая опять же популярная ошибка здесь записать только одну вторую нет конечно у нас два числа в квадрате дает одну четвертую плюс минус 1 вторая получается вот такой ответ идем дальше теперь второе задание нам нужно значит подумать о том при каких значениях переменной а выражение вот такое не имеет смысла давайте подумаем когда вообще выражение не имеет смысла она не имеет смысла вот такое вот дробно-рациональное выражение имеет смысла если у вас друг числитель знаменатель точнее равен нулю то есть мы говорим что либо 0 5 а плюс 2 а квадрат равно нулю либо 81 а квадрат плюс 4 равно нулю здесь мы должны иметь ввиду что вот этот квадратом всегда не отрицательным поэтому второго уравнения решение не даст а это уравнение у нас хоть и квадратные но она на самом деле вполне такое по зубам должно быть семикласснику потому что мы здесь просто выносим за скобки а и дальше рассуждаем из разряда что произведение двух множителей равно нулю если хотя бы один из них равен нулю значит а равно нулю либо а равно ну здесь достаточно элементарно уравнение минус 1 четвертый то есть при таких значениях параметра а вот это вот выражение не имеет смысла написано опять же ответ минус 1 четвертый и 0 и так окей далее нам нужно выразить упростить выражение и найти его значение при каких-то конкретных значениях параметра давайте-ка мы все это скинем пониже так ну что мы будем делать если мы будем раскрывать вот эти вот на скобки до возводить в степени первое что я вижу это минус а квадрат b в пятой степени что тут надо иметь ввиду если я возвожу в пятую степень в нечетную степень то вот этот минус у нас остается потому что отрицательное число возведено в пятую степень остается отрицательным или ну здесь неправильно говорить про отрицательное число то что я не знаю что вот это отрицательное число в общем другими словами я буду минус а квадрат b умножать 5 раз на минус а квадрат бы мне будет 5 минусов 5 минусу дают плюс итак что мы в итоге получим минуса в 10 будет на b в пятой степени то есть здесь мы применяем свойства степеней первое свойство который мы здесь применили что значит а в квадрате то в десятый в пятой степени это в степени 2 на 5 то есть а в 10 вот и второе свойство, которое мы применили, это то, что А, Б, В какой-то М-ной степени, да, это А в М-ной на Б в М-ной, то есть мы здесь получается вот эту степень 5 и сюда и сюда отнесли и возвели еще вот степень в степень. Ну, в общем, так, давайте менее подробно буду рассказывать. Мне кажется, это тот момент, который как раз-таки элементарным считается. Давайте здесь будет 64А в кубе В в девятый делить на 64А в двенадцатый, В в четырнадцатый. Да, здесь все очень просто. 64 взаимоуничтожается у нас. Да, и минус в квадрате уже не выживает. Здесь мы видим А в кубе. Давайте А в десятый. Куб и А в двенадцатый сокращаются, остается просто А. Так, и еще у нас значит Б в пятый на Б в девятый делить на Б в четырнадцатый. Это, собственно, все взаимоуничтожается. Остается просто таким образом минус А. Ну, а минус А у нас равно 7,8. То есть значение этого выражения нам хотели, нас требовали найти. Получается, вот, да, плюс 7,8. Итак, пойдем дальше. Четвертая задача — это такой вот, такой вот текстовая такая задача, задача на движение. Так, давайте посмотрим. Вот эта задача, кстати, у многих вызывает вопросы. вопрос, это уже что-то достаточно сложное на самом деле. Давайте посмотрим, что здесь происходит. Поезд был задержан в пути на один час, на один час. Увеличив скорость на 30 км в час, он через три часа прибыл на конечную станцию, точно по расписанию, какова была скорость поезда до остановки. Так, что я здесь понимаю? Ну, видимо, поезд ехал-ехал-ехал как-то, да, значит, задержался в пути на один час, то есть фактически он, ну, как бы, час просто стоял и, в общем, не ехал. Короче, здесь он опаздывает. Здесь образовалась ситуация, когда он опаздывает, ему надо увеличить скорость, да, на 30 км в час. Вот, давайте посмотрим. Пусть у нас изначальная скорость, пусть х — начальная скорость, да, скорость до остановки. до остановки. Тогда он должен был что сделать? Смотрите, по идее надо понять следующее, что он ведь задержался на один час и потом еще три часа ехал. То есть он за... Если бы вот этого не происходило задержание, то он бы просто четыре часа ехал. И за эти четыре часа он бы проехал 4х. Еще раз. Вот, допустим, здесь что очень хорошо? Представьте, представим, что он, значит, у нас в какой-то момент 14.00, да, ну, просто от балды сейчас. Вот, его задерживают на час и он, в общем-то, в 15.00 стартует и едет три часа до 18.00, да, едет три часа. А вот если бы его не задержали, то он бы ехал просто 4 часа и в 18.00 также прибыл бы. Потому что, говорят, что он прибыл на конечную станцию точно по расписанию, даже несмотря на то, что задержался. Вот за эти три часа он, в общем, успел нагнать, да, то, что упустил, пока стоял. То есть, изначально он планировал ехать 4 часа со своей начальной скоростью, скоростью x, да, но в итоге он ехал три часа со скоростью x плюс 30. Все. Потому что он увеличил скорость на 30 км в час. Вот такая вот ситуация. Получаем 4x равно 3x плюс 90, откуда x равно 90. и пишем ответ 90 км в час. Вот такая вот задача. Многие в ней почему-то, в общем, какие-то затруднения испытывают, но это достаточно простая, мне кажется, текстовая задача. Напишите в комментариях, как вам зашла она вообще. Вот. Давайте дальше посмотрим. В пятой задаче нам уже дают кусочно заданную функцию, да. То есть, нам нужно построить не просто график какой-то функции, а именно кусочно заданной. Так, y равно минус x минус 1, если x от минус 3 до 1 у нас. Ну, давайте посмотрим. Значит, если у нас есть какая-то вот такая вот ось y и какая-то такая ось абсцисс, то минус x минус 1, если x от минус 3 до 1. Давайте посмотрим, чему равно y от минус 3, соответственно. y от минус 3, это мы, получается, вот сюда вот подставляем. Будет минус минус 3, то есть 3 минус 1, это 2. То есть, получается, у нас все начинается в точке с координатами минус 3, 2. Вот так вот. Далее, y от 1, давайте посчитаем, y от 1 равен чему? Он равен, получается, минус 1, минус 1, минус 2. Вот. А если бы я подставлял, кстати, сюда, то у меня тоже сразу было бы минус 2. Вот. А так, y от 1 равен 2, это мы здесь, минус 2, точнее, это мы, получается, вот здесь. Так, и получается, у нас есть какая-то вот такая вот прямая. Ну, такой отрезок, часть прямой. Хорошо. Далее, мы знаем еще, что от 1 до 5, от 1 до 5, y равен просто минус 2. Ну, это просто вот такой вот, получается, горизонтальный кусок. Кусочно заданной функции. Все, вот у нас график, собственно, вот у нас перед глазами график, вот такой вот он. Так, давайте посмотрим. Наибольшее и наименьшее значение я функции, да? Значение я функции, это, собственно, по y вопрос. То есть, мы видим, что наибольшее значение у нас равно 2, y наименьшее это минус 2, да? Так, а сумму целых значений аргумента, при которых значения функции положительные. Так, где у нас положительные значения функции? Вот они, вот такие вот. Где у нас пересечение с осью y, с осью x произошло, с осью абсцисс, кстати, подписать, естественно, надо здесь. А в ситуации, когда минус x-1 равно 0. Так, отсюда x равно минус 1, вот у нас, собственно, до минус 1, значит, были положительные значения. Нам нужно найти сумму целых значений, аргумента, при которых значения функции положительные. Ну, я понимаю, что в минус 3 у меня было значение положительное, и в минус 2 тоже было какое-то положительное значение, но если я подставлю, я там могу даже посчитать, что это было единиц, да, но самое главное, что целые значения аргумент, при которых значения функции были положительные, это минус 3 и минус 2. В минус 1 у нас уже значение нулевое, а дальше все значения отрицательные пошли. Значит, собственно, в пункте b, так, это был на пункт а вопрос, а в пункте b у нас ответ будет минус 5. Все. Минус 3 и минус 2 у нас. Собственно, те самые целые значения аргумента, когда положительное значение функции. Так, идем смотреть шестую задачу теперь. Формула сокращенного умножения это очень важно в последнее время, потому что в ЕГЭ начали появляться вот в 2023-2024 году, да, не часто, но все-таки появляются задачи, в которых нужно формулы с кубами знать. И вот здесь у нас куб суммы будет раскладываться. Давайте я напомню вначале, что куб суммы это вот такое вот. Вот такая вот формула а в кубе плюс 3а квадрат b плюс 3а b квадрат плюс b в кубе. Так, вот такое вот получается у нас уравнение, да, такая формула для куба суммы получается. И давайте аккуратненько все это преобразуем. а минус b я пока оставлю как есть. А здесь у нас будет а плюс 2b в квадрате. А, хотя я вот сейчас смотрю и потихонечку передумываю, наверное, да, может быть здесь лучше все-таки разность кубов разложить. У нас получится здесь что-нибудь внутри подобное, да, получится а плюс 2b. Здесь лучше разность кубов разложить. А плюс, вот смотрите, здесь у нас фактически b в кубе минус а плюс b в кубе, да, давайте-ка я по разности кубов это лучше сделаю. Разность кубов давайте я запишу через x и y, потому что так будет проще сейчас. x минус y получится умножить на x квадрат плюс xy плюс x и плюс y квадрат, да, то есть здесь разность умноженная на неполный квадрат суммы и у меня здесь получится b минус а минус b и это не то, что мне нужно было. Если бы у меня было а плюс 2b, тогда я мог бы это вынести за скобки. Все, отмена. Значит, это мы не делаем, потому что у нас здесь разность кубов, это не то, что я думал. Ну, то есть, видите, здесь надо обязательно в такой задачи подумать, как будет лучше делать. Вот мне сейчас показал, что через разность кубов это будет лучше делать, но на самом деле здесь не так. то есть, вот такие вот раздумья перед задачей советую всем проделать обязательно. Так, тогда, если я тут все-таки буду куб суммы раскрывать, есть смысл все-таки вот этот вот квадрат разности сначала, квадрат суммы сначала раскрыть. Так, давайте-ка мы это запишем а квадрат плюс 4 а b плюс 4b квадрат. Так, и далее у нас куб суммы, но минус стоит перед этой скобкой, поэтому я все вот эти вот слагаемые записываю со знаком минус минус а куб минус 3а квадрат b минус 3а b квадрат минус b куб. Вот такой вот еще плюс b куб. Так, и теперь, что мы делаем? Минус b куб плюс b куб взаим уничтожаются, а здесь мы, получается, раскрываем скобки. Сначала а умножаем на все это. а в кубе плюс 4а квадрат b плюс 4а b квадрат. И теперь минус b умножаем на все это. минус b а квадрат минус 4а b квадрат и минус 4b в кубе. Далее еще у нас остается минус а в кубе минус 3а квадрат b минус 3а b квадрат. И вот это вот все мы теперь так преобразовываем. а в кубе минус а в кубе у нас уходит. 4а квадрат b и минус 3а квадрат b дают а квадрат b. 4AB квадрат и минус 4AB квадрат просто сокращаются. А, ну и, кстати, здесь у нас минус BA квадрат, это минус A квадрат B, они тоже взаимоуничтожатся сейчас. Так, останется в итоге только минус 4B куб, минус 3AB квадрат, да? Так, да, 4AB квадрат, минус 4AB квадрат у нас ушли. И, да, остается только минус 4B куб, минус 3AB квадрат. Интересно. Так, а нам нужно было разложить на множители это выражение. Да, логично, у нас должно быть что-то, что раскладывается на множители. Ну, значит, мы здесь выносим за скобки минус B квадрат и в скобках имеем 4B плюс 3A. Вот, а эти у нас, опять же, взаимоуничтожаются. Все, вот мы разложили на множители это выражение, как нас и просили сделать. Собственно, все, задание готово. Все, погнали дальше. Седьмое задание теперь. Седьмое задание достаточно такое, на самом деле, сложно, если в него вчитаться, да? Но, по факту, если решать, оно будет очень простым. Так, а что здесь, в общем-то, делать нужно? Здесь мы работаем с прямыми. Очень важная задача для тех, кто хочет научиться решать задачу с параметром, да? Но если вы на самом деле хотите хорошо научиться решать задачу с параметром, то, конечно, нужно покупать мой курс, да, по параметрам с полный курс, с нуля. Да, вот это, в общем, зайдите хотя бы в описание, почитайте. Это действительно очень хороший курс. Вообще, можно сказать, лучший курс. Так, давайте посмотрим, значит, что у нас здесь будет происходить. Через точку пересечения прямых у нас будет какая-то прямая приходить, ее уравнение будем записывать. Она будет еще параллельно графику такого уравнения, да? Давайте, во-первых, найдем точку пересечения. Вот, так, седьмая задача, первый пункт. Найдем точку пересечения. Точку пересечения. 2x плюс y равно 0 и x минус y равно минус 3, да? 2x плюс y равно 0 и x минус y равно минус 3. Как я это буду делать? Ну, я, естественно, буду решать это как систему уравнений. Допустим, я отсюда могу выразить y равно минус 2x и подставить это во второе уравнение. Получу x минус минус 2x, то есть плюс 2x равно минус 3. 3x равно минус 3, x равно минус 1, да? Это достаточно просто. И отсюда я могу уже y найти как минус 2 на минус 1, то есть y равно 2 будет. Итак, минус 1, 2, та самая точка пересечения. Окей, дальше второй пункт. Давайте посмотрим, что у нас за уравнение такое. уравнение 7 на y минус x плюс 1 минус x равно 3 умножить на 2x плюс 1. Что задает? Собственно, что является графиком этого уравнения? Потому что мне надо параллельно графику этого уравнения провести в какую-то прямую, да? Итак, здесь у нас будет 7x, 7y минус 7x плюс 7 минус x равно 6x плюс 3. Так, что я вижу? Минус 7x минус x это минус 8x. Минус 8x слева направо это 14x. Получается 7y равно 14x плюс 10, да? Откуда y равно 2x плюс 10 седьмых? Ну, это и не важно, что здесь у нас получается какое-то некрасивое число. Смотрите, мне в конце концов нужно записать уравнение прямой, проходящей через эту точку, да, параллельно вот этой прямой. Все, это очень просто делается. Значит, у меня параллельно к этой прямой уравнение имеет вид y равно 2x плюс b, да? А так как через точку минус 1, 2 проходит, то я подставляю вместо y 2 вместо x минус 1 и получаю, что b отсюда равно 4. Все, таким образом у нас ответ y равно 2x плюс 4. Вот, решили задачу. Здесь надо просто очень уверенно уметь работать с уравнениями прямых, да? Если у нас есть точка пересечения двух прямых, то мы решаем уравнение, как и систему линейных уравнений относительно этих двух прямых. Наверное, стоило мне здесь записать это, но мне кажется, достаточно простая идея. Вот, потом через точку проводим параллельно какой-то прямой, другую прямую. У нас прямые параллельно, когда у них равны коэффициенты наклона. Собственно, вот эти вот два коэффициента у нас получаются равными и остается только, исходя из того, кто проходит через эту точку прямая, найти коэффициент b. Так, и давайте, собственно, сделаем последнюю задачу, задачу номер 8. Здесь у нас что происходит? В восьмой задача. Мы решаем систему уравнений. x плюс y минус z равно 2. x плюс 2y плюс z равно минус 1. x минус y минус 2z равно 2. Так, что мы можем сделать? Ну, давайте в этих уравнениях что-нибудь выразим. Вот, например, смотрите, есть смысл из... Ну, давайте я, в общем, вот это все так вот оформлять. Есть смысл из второго уравнения вычесть первое и записать итог вместо второго уравнения. То есть первое уравнение я просто перепишу x плюс y минус z равно 2. А второе уравнение у меня, значит, будет теперь x плюс и 2y плюс z. Вот из этого всего я вычитаю вот это вот все. Почему так? Потому что у меня x взаимоуничтожаются. Здесь остается 2y минус y просто y. А здесь остается z плюс z, 2z равно, соответственно, минус 1 минус 2 минус 3. Так, а из первого уравнения я вычту третье уравнение, запишу вместо третьего уравнения. Первое минус третье, запишу, опять же, вместо третьего. Так, уравнение. Тогда у меня, да, у меня получится, что из этого вычитаем это x минус x взаимоуничтожится. y плюс y это 2y минус z плюс 2z это плюс z равно 2 минус 2 это 0. Так, замечательно. Что мы теперь получаем? Мы получаем из третьего уравнения z равно минус 2y и подставляем это во второе уравнение. Тогда у нас получается y минус 4y равно минус 3. То есть минус 2y я отсюда подставил сюда. Получается минус 4y. А первое уравнение пока переписываем. x плюс y минус z равно 2. Так, теперь второе уравнение решаем. То есть, видите, я фактически внутри системы получаю маленькую системку из двух переменных. Из двух уравнений с двумя переменными. Все, решаю эту систему. Вот я нашел, значит, y фактически отсюда. Минус 3y равно минус 3. Откуда y равно 1. И здесь нахожу z. Z равно минус 2. И теперь подставляю все это в первое уравнение. x плюс 1 плюс 2, потому что минус z равно 2. И получаю, в конце концов, x равен минус 1, y равен 1 и z равен минус 2. Вот такой вот ответ. Так, записываем ответ. Минус 1, 1, минус 2. Вот такая вот получается система из трех уравнений с тремя неизвестными. Решается на самом деле элементарно. Также через сложение, подстановку. В общем, здесь просто нужно не стесняться это делать. Вот такое вот получается повторение, да, седьмого класса основных тем. Да. Если есть какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Также обязательно подписываться на мой телеграм-канал EgoBizbolie на 90+. Это канал, в котором я буду публиковать очень много полезного для подготовки именно к сложным задачам второй части. То есть я, можно сказать, специализируюсь только на задачи с параметром планиметрии, да, стереометрии и теории чисел. Вот, поэтому, если хотите на высокий балл сдать, обязательно подписывайтесь туда. А также обязательно хорошенечко подумайте, да, посмотрите, что в курсах параметров. В курсах по параметрам будут еще курсы по, соответственно, остальным сложным задачам, да. Можно пока еще записаны не все курсы. Сейчас приобрести пакет с очень большой скидкой. Все подробности, опять же, в моем телеграм-канале. Ну, до встречи на следующих разборах. Будем еще восьмой-девятый класс тоже повторять, как говорят у нас в Мексике. Auf Wiedersehen. Субтитры сделал DimaTorzok